Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые приводит Евангелист Лука в 18 главе, 17 стих. «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». В нескольких местах в Евангелии мы слышим слова Христа о том, что если мы не станем как дети, не обратимся, не изменимся, не станем как дети, мы не войдем в Царство Божие. Но для того, чтобы начать разговор об этом выражении, нужно прежде всего сказать о том, как его не следует понимать, потому что эти слова получили очень много различных толкований и очень часто совершенно ложных толкований, которые уводят совершенно в другую сторону. Прежде всего, когда Христос нас увещевает стать как дети, Он не просит нас вернуться в то состояние инфантильности, которое свойственно, условно говоря, детской психологии, совершить некий психологический регресс. Отказаться от того пути, жизненного пути, который мы с вами прошли и стали уже взрослыми, зрелыми людьми. И очень часто именно так толкуют люди, которые любят пребывать в иллюзиях. Они говорят о каком-то мифическом духе детства. И очень часто за этим стоит просто какой-то легкий, легкомысленный инфантилизм. В принципе, это прекрасно и приятно, но это совсем не то, что имеет в виду Христос. Точно так же, навряд ли он имеет в виду некую мифическую невинность, потому что очень часто мы воображаем в себе, что жизнь ребенка, она совершенно розовая и прекрасная, и ребенок хотя бы в ранние годы своей жизни остается невинным. Но современное гуманитарное знание и, в общем-то, каждый здравомыслящий человек понимает, что детство совсем не самая безоблачная пора. И эта невинность, опять же, это некая иллюзия для тех, кто любит жить иллюзиями. Но обратимся к контексту. В Евангелии от Матфея в похожем эпизоде ученики задают вопрос. Кто будет самым великим в Царстве Небесном? Потому что им кажется, что вот-вот они займут самые первые места в том царстве, которого царится здесь. Но они догадываются о том, что есть еще какое-то другое царство, где тоже можно занять первые места. И поэтому они спрашивают, кто будет великим, самым первым в Царстве Небесном? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, Христос совершает жест. Он совершает, как многие пророки, некое действие, которое пробуждает сознание его слушателей. Он зовет к себе ребенка, ставит его в центре и говорит о том, что вот если вы не превратитесь и не станете как ребенок, то вы не войдете в Царствие Небесное. Итак, прежде всего, что касается детей, нужно понимать, что в возрасте до 12 лет ребенок не имел никакого социального статуса. И в этом смысле архаические сообщества, то есть все, чем жило человечество до недавнего времени, ребенок не имел никакого социального статуса. И поэтому, фактически, Христос говорит, если вы хотите быть первыми в Царстве, то откажитесь от всяких ваших привилегий и всяких ваших притязаний. Если вы не обратитесь или не покаетесь, но здесь употребляется замечательный образ метаморфозы. Вы знаете, что такое метаморфозы? Например, когда гусеница становится бабочкой. Однажды она засыпает, окуклившись, просыпается совершенно другим существом. Между ментальным миром гусеницы, которая живет на листочках и питается листочками, и бабочкой, которая способна преодолевать десятки километров, просто потому что она услышала где-то запах нектара или какие-то другие ароматы, разница между этими двумя существами совершенно колоссальная. И на пути одного к другому существует эта полная метаморфоза. Нужно полностью переродиться. Вот точно так же Христос и говорит о покаянии, о такой перемене ума и твоих ментальных горизонтов, как происходит вот в мире биологии. Точно так же, если ты не превратишься в ребенка, но это будет не некий регресс, но наоборот некое движение вперед, то ты не станешь по-настоящему сыном в Царстве Божьем. Другое выражение, которое сопровождается здесь, это, конечно, кто не примет Царство Божие как ребенок, тот не войдет в него. Мы привыкли к тому, что Царство Божие – это как некая территория или страна, в которую нужно войти, потому что слово «царство» у нас ассоциируется с словом «государство». Но в русском языке есть еще другое слово, есть слово «царствие», которое нам указывает на то, что это не вполне географическая реальность, не вполне политическая реальность, это нечто другое. И вот это «царствие», которое, может быть, правильно переводить глаголом, это когда Господь воцарился, оно преподносится как некий подарок, как некий дар. И поэтому, как ребенок умеет, с чистым сердцем, потому что он своими руками не так уж и многое может, он всецело зависит от других, именно поэтому он может проявить бесконечную щедрость и невинность, принимая этот дар. Поэтому Царство Божие – это некий дар, который нужно принять. И нам это кажется очень необычным, потому что мы привыкли к тому, что Царство Божие нужно завоевывать, нужно покорять силы, нужно совершать какие-то аскетические подвиги, добрые поступки, его нужно завоевывать и покорять. Но здесь совершенно другая реальность. Царство – это подарок. И проблема в том, что мы не всегда готовы оказать ему гостеприимство, мы не всегда его готовы принять, как ребенок принимает любовь своих родителей или принимает подарки, или все, что ему посылается в этой жизни. Именно поэтому возникает проблема человеческой гордыни или какого-то высокомерия. И наоборот, ребенок – это тот, кто всегда умален. Поэтому кто превозносит, тот будет смирен, а кто умеет себя умалять, как ребенок, тот будет возвышен, потому что его способности гостеприимства бесконечно превосходят гордыню людей. И, конечно, как очень часто, евангельский текст допускает одновременно два взаимоисключающих прочтения. И на этом противоречии мы можем увидеть, как реальность, божественная реальность, нам предстает в своей парадоксальности, для того, чтобы мы ее увидели в какой-то многоаспектности. Поэтому в данном случае речь идет о том, чтобы принять Царство Божие, как его принимает ребенок. Но эту же фразу можно прочитать. Мы принимаем Царство Божие, как принимают дитя. То есть не только от нас требуется некая открытость и чистота, которая свойственна детям, но прежде всего принять Царство Божие, как принимают в свои объятия ребенка. И в этот момент мир меняется. И, конечно, здесь первое, что приходит на ум, это праздник Сретения Господня и образ праведного старца Симеона, который принимает в свои объятия младенца Христа. И он знает, что это и есть его спасение. И мы можем испытать ту же радость, которую испытывает он, или хотя бы ее представить. Поэтому для того, чтобы принять радость, нужно иметь вот эти открытые объятия, это ожидание и способность вместить и возрадоваться этому. Но хотя бы в какой-то меньшей степени любой из нас может испытать подобную радость и подобную метаморфозу в тот момент, когда в наших руках оказывается младенец или ребенок, который просто радуется тебе. И мы понимаем, насколько мир вокруг в этот момент меняется. И мы сами тоже меняемся. Поэтому Царство Божие нужно принять и оказать ему гостеприимство, на которое способны дети, но точно так же его нужно принять, как мы принимаем ребенка, как мы принимаем дитя. И это станет для нас источником радости. И, конечно, вопрос, который очень часто волнует очень многих из нас, связан с воспоминаниями детства. Потому что, конечно, детство не бывает безоблачным. И очень многие люди пытаются найти ответы на свои проблемные вопросы, на свою боль, копаясь в своем прошлом, копаясь в своем детстве. Иногда даже пытаясь вернуться и вспомнить что-то, что с тобой происходило в тот момент, когда ты был в утробе матери. Но Христос дает нам какой-то совершенно другой ключ. Нужно принять и освободиться от всех тех мрачных воспоминаний, которые мы, может быть, сами себе придумали. Апостол Павел говорит, «Братья, не будьте умом детьми, но будьте младенцами назлое, когда нужно совершить что-то коварное или злое. А по своему уму будьте всегда совершеннолетними». Препятствием к тому, чтобы войти в царство или его принять, как вообще иногда принять радость жизни, настоящим препятствием для нас становятся какие-то горестные воспоминания, которые вызывают боль, как некая заноза, которая всегда причиняет страдания и не дает тебе покоя, и не дает тебе совершенной радости. Для того, чтобы исцелиться от этого, представьте себе старца Симеона, который берет на руки младенца Иисуса Христа. Точно так же, каждый раз, когда рядом с собой в молитве мы ставим Иисуса Христа, младенца, возможно, мы найдем в себе и силы простить тех, кто нас обидел, исцелиться от той боли, которая нас омрачала. Это будет глубинное исцеление, это будет настоящее освобождение. И войти в царство Божие, возможно, после того, как ты по-настоящему освободишься от всех этих призрачных чудовищ, монстров, которые тебе не давали покоя и не давали тебе возможности войти в божественный покой. Поэтому, что означает конкретно «станьте как дети» для каждого человека имеет какое-то свое уникальное звучание в зависимости от твоей судьбы, от той боли, от той болезни, которую Христос хочет тебя исцелить. Но самое главное, что в конце концов, с помощью Святого Духа нужно и стать самому этим конкретным, уникальным ребенком, которого Бог сотворил в каждом из нас для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы привести в полноту общения и жизни самим собой. Собственно, вот те чувства и те мысли, которые Господь, может быть, ждет от каждого из нас. Оказать гостеприимство Ему, и это гостеприимство будет исцеляющим и освобождающим. На портале Экзекиат.ру с вами был Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.